Продолжение следует... О, синие воды, противные воды, Похожи на смесь из мокроты и тины. У пенной брызги соленых морей Они как фонтан из чихнувших ноздрей. И в этой помойке у самого дна Жела необычная рыбка одна. Была в ее жизни борьба и победа. Акулам ее припасли для беда. Не думал никто, что однажды сердца покорив, Спасет эта рыбка подводный коралловый риф. Наживка для акулы Я не против твоей кузины Перл. Хоть она и чокнутая, Но жить с ней по соседству совсем не хочется. Но, Пайк, на рифе безопасно. Там не бросают сети, и вода очистит. Дорогая, я люблю Бостон. Во что ты влюблен? В рыбацкие снасти? В медицинские отходы или в промышленные сбросы? Мне это не вредит. Убрось, Пайк. Тебе столько ртути, мой милый, Что я могла бы твоим хвостом мерить температуру. Дорогая, ты очень нительная. Вода здесь не опасна для здоровья. Привет, Пайк. Привет, Боб. Дорогая. А вдруг Пай вырастет трехглазовым? Круто! Хорошо, подумай о культурных возможностях. В бостонской гавани Пай увидит рыб со всего света. О, лосось из Сибири. Милая была компашка. Мечтали поскорее наглотаться пресной воды до одери и начать... Н-Е-Р-Е-С-Т. Мерест! Я очень просила тебя не говорить таких слов. Извини, мама. О, ты растешь так быстро. Погуляй, нам с папой надо поговорить. Хорошо. Далеко не заплывай. Пайк. Эй! О, здравствуй. Я раньше тебя тут не встречал. Я мимо проплывал. Мы мигрируем. Я бы тоже хотела мигрировать. А то тут уже так надоело. Ты дельфин, да? Я морская свинья, а не просто дельфин. Мерси, мы отплываем. Познакомься, мам. Его зовут... Пайк. Где ты? Это моя мама. Я должен плыть. Рад познакомиться. Мам, пап, я встретил морскую свинью. Пайк. Что я тебе всегда говорила о незнакомцах? Надо быть осторожным. Рыбы бывают весьма странные. Верно. Знаешь, в здешних водах таких уродов можно встретить. Баб, не стоит мне помогать. Эй, осторожней. Что за спешка? Там сеть! Сеть! Плыви! Что нам делать, парень? Плыви! Плыви как можно быстрее! Что это? Плыви, парень! Скорей! Скорей, сеть! Плыви! Плыви! Парень, мы должны быть полететь. Папа, парень! Папа, мы спать, я! Пайк, ты должен протиснуться! Мам, а как же мы? Мы сразу за тобой! Что такое же ты, Пайк? Постарайся! Я выбрался, за мной! Мам! Пап! Не пускайте его в сеть! Вы отпустите! Я должен помочь им! Пайк, плыви на риф! Там твоя тетя Бёрн! Я не найду! Плывите со мной! Пообещай мне, Пай! Обещай отправиться на риф! Мам! Пап! Мам! Пап! Мы проводим тебя на риф, Пай. Мне нельзя на риф! Вдруг, вдруг они вернутся, а меня нет! Они не смогут найти меня! Пойми, Пай, те, кто попал в сеть, уже не вернутся к нам! Мам! Пап! Давай, Пай! 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 Эй, а что внутри? Давай посмотрим. Ах, вы негодники! Пай, ты сможешь! Ух-ты, круто! Смотрите, кит! У-у-у-у! У-у-у! Эй, там все кусочки! У-у-у! Ты здесь? Конечно! Ю-у-у! Ой! А-а-а! А-а-а! Ох! А-а-а! А-а-а! Ты цел? Давай еще! А-а-а! Получилось! Дааа! Дааа! Я-ху-у! Ха-ха! А, маленький рыбка, я тебя кушать не больно, малыш. Пеликан тебя целиком глотать. Ю-ху! Эй, что за плохой рыбка? Эй! А-а-а! Ю-ху! Пай, это было блестяще. Ты точно не плывешь с нами? Я бы с радостью, Перси, но я маме обещал. Что ж, удачи, малыш. Держи себя ко мне и очень скоро доберешься до Рифа. Вы были так добры ко мне, мам. Пока, Перси! Пока, братишка! С дороги, с дороги все! Держи себя ко мне и очень скоро добрысь. Малерий! А-а-а! А-а-а! Двадцатиметровый траулер! Они запустили в меня гарпун с титановыми крюками на особо прочном тросе из моноволока. Три часа я волох за собой эту громадину, пока, наконец, трос не оборвался. Двадцатиметровый траулер! Как же! Раньше ты не говорил про такой! С каждым его рассказом, младчонка, все больше. Простите. Что с тобой, Рыбчик? Потерялся? С кем подрался? Да потерялся он! Глухарь ты, Марлин! Нет, я ищу свою тетю Перл. Кто чего упер, а? Нет, ему нужна Перл! Сумасшедшая женщина! Чико, не слушай. Она живет вон за теми кораллами. Спасибо. Прекрасно, дорогая! Работай со мной! Больше страсти! Да! Больше страсти! Еще больше страсти! О, это слишком много! Давай, давай обратно, обратно! Вот, да! Фантастиливый! кто это кто это это корделия чудик откуда ты свалился приплыл из бостона а ты тут новичок ну ясно может пинку повыше пеликан утончённо как одрих только бедняжки не было таких дивных чешуек она прекрасна о да она модель была на обложке нэшнл джагрэпик осторожней новичок советую восхищаться на расстоянии что нет 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 ты испортил снимок фигляр я же просил не пускать посторонних на площадку так невозможно работать простите и извините а ты фотогеничен на сегодня все друзья я не виню тебя маша ты великолепно как всегда благодарю макс белиссимо эй извини я не хотел испортить вам съемку не переживай они вернутся круто круто что уж я бай я тут ночью вот как они скажешь да я приплыл из бостона из бостона далековато ну я хоть и не крупный но сильный качался с детства милые забавный напомни как тебя зовут я пай очень приятно по из бостона добро пожаловать на рис я тощусь она с тобой говорила умереть можно ведь она самая крутая рыбка на рифе карделия спасайся чудик стой он за акула привет парни помогите сейчас мистер краб я тут давно болтаюсь лежать вверх тормашками крайне неудобно ты отдаешь тухлятиной да не морской капусты ты отвратителен трой отстанет меня ты так одинока малышка у тебя нет семьи некому защитить в опасных глубинах здесь единственная опасность это ты вот как тогда тем более тебе нужно меня держаться ну кто сможет лучше позаботиться о тебе я не нуждаюсь в самовлюбленном грубияне от которого пахнет что он сказал ты слышал отстань от нее а то что что ты со мной сделаешь я я тебя ты меня может слегка прогуляешься моей пищеварительной системе да ты растолстел раньше совать себя в дыру было проще надо найти побольше нору или придурка потоньше надо же он от страха испортил воду жабры сводит вы полим отсюда и вставать нас в мою нару от пусти его он не знает что несет так часто бывает когда башкой шарахнешься ты трус трой на рифе нет больших рыб и некому тебя проучить отправляйся в открытое море и делись равными по размеру тебе же известно кордели у меня слабость к малышкам против тебя но не испытывай судьбу я все-таки трой кто кусает а не попусту болтает роль кто самый быстрый и смелый кто зубы имеет жемчужно-белые трой чьи челюсти равных не знают кто делает то что пожелает кого не пугает омара клешня трое да да меня я вернусь когда тебе надоест быть мамочкой для этого недовеска за мной ну тебя и отделали чудик как так избили отметили наляли обработали зарыли откопали и снова отделали ничего глупее я не видела он ударил меня из-под тяжка есть только одна опасность на рифе стоять между троем и тем что он хочет плыви домой и побереги себя я кардели трой моя проблема я не хочу чтобы из-за меня страдали другие но тяжелым выдался твой первый денек да мне надо найти мою тетю перу она говорят одна из этих чудных новомодных предсказательниц вроде как ку-ку ну чокнутая крыша съехала ты ее не знаешь да знаю это моя мама но это похоже не очень хорошо и что ты увидела мои мечты и сбудутся но это зависит от чего ты мечтал валяться на раковине недалеко от жидкости для мытья посуды кошмар моя куздина люфа занималась тем что черно интимные места у знаменитостей а мне что скристи сковородки не хочу губки такие эмоциональные зато они не должны целый день до блеска вылизывать твои шляпки не начинаем привет вы ждали меня конечно дорогой во время медитации моя астральная форма добилась трансцендентальной связи с необъятной морской стихией иду в море сказал мне что ты уже на подходе одна морская свинья сообщила что ты уже тут значит про моих вы знаете опай мне безумно грустно но твои родители теперь в лучшем месте до суши баре исчезнет и умник на рифе ты непременно найдешь свое счастье плавник и я скажу что будет чешуя а что у нас во второй главе не терпится узнать что дальше теперь пришел черед спинного плавника да не верю я во все это но пай ты должен верить ведь риф это место где сбываются мечты только не у морских губок а знаешь пай риф это райское место здесь ты можешь плавать где хочешь только в затонувший корабль там живут пираты призраки круто и запомни главное мы никогда никогда даже во сне на равнина не плавает что за равнина это место куда мы не плаваем о мам ты ведь не выйдешь из дому в таком виде да мне хочется хоть иногда оказаться звездой ведь я выгляжу выше и зрительно уменьшается моя хвостовая часть а мне надо освежиться у меня пять подмышек и они силы домные это реки марлин нет мамуля это не он очень жаль а как похож здравствуйте доктор там он высокообразованная сетр ясно почему я хочу выглядеть отменно неизвестно с спиной о нет что скажешь что нет 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 с банка она не гармонирует думаю надо двигать туда ах ты гасишь майкративность смещеные побрякушки на голстушки а привет ребятки ала джейло с ума сойти чудно выглядишь майкративные ужасные шалунишки парни не стоит хватит нет не хватит о забыла я спешу на семинар кристаллической магии в монастыре морского ангела что ж дилан познакомь пожалуйста пая с обитателями рифа да конечно спасибо милый никаких п п м л п п м л п п м л п личное правление материнской любви извините сэр я бы не упирался приятель это было глупо я не могу плавать со стопроцентным кретином а сколько процентов проходной балл но если ты кретин на 35 и не больше чем на 15 идиот что старый пиратский корабль круто за мной и за что нельзя запрещено и чудик я не ты будешь меня слушать тебя что призраки пугает нет я не верю в сказки но там живет ужасная безумная черепаха монстр безумная черепаха нет нет да нет он вроде как занимается колдовством и конкретно терпеть не может гостей куда ты чеши давай смоемся отсюда пока не поздно вот он на рис давай больше не будем так делать что чудик думаешь снова увидеть корделию она махнула на меня хвостом не впадай в отчаяние братан думаю ты ей понравился она считает меня идиотом точно но может ей нравится держать при себе дурачка вроде домашнего животного а с акулами тут много проблем на рифе недостаточно глубоко для акул и только трой и я самый крутой часто здесь появляется зачем то он тащится от корделии морскому ежу понятно а его приятели любят засовывать меня головой к лобстеру как будто они эту шутку придумали охохо что это на вне не это открытое море почему все так боятся этого места я не боюсь равнины пока нахожусь под защитой рифа здесь идите эти люди собрасывают сети и крюки еще как от и Жить! Пока-пока! Дилан? Дилан! 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 О, что с тобой случилось, маленький? Ты нездоров? Гордели! Без паники! Что это? Ты никогда не видела крючок? Конечно, не видела. Никто не рыбачит на рифе. Его могло принести течением. Как снять эту штуку? Не волнуйся. Кто-нибудь нам поможет. Нам нужна помощь! Какая наша красавица! Что-то стряслось! Смотрите! О, на тебя это не похоже! У современных хитрых глупостей на уме! Экстрим! Пирсинг! Это вышло нечаянно. Я думала, это рыбка в беде. На это рассчитывали все, Штейн! Не отличишь! Очень похоже на одну корюшку из Сан-Франциско. О, какой у нас был уикенд! О, май гот! Не эту историю! Сможете вытащить? Расплюнуть! Но тебе придется ассистировать. Мне? Что ж, устраивайся так, словно я тебе делаю плавникер. А ты крепко держи ее за левый плавник. Да так. Дорогая, ты должна смотреть ему прямо в глаза. Готовы? Уверяю, больно не будет мне. Ты будешь храброй девочкой? Да, буду. Да, будет! Была! Не болит? Кажется, нет. Скорее, мне было страшно, а не больно. Даже не знаю, что бы я делала без тебя, Пай. Каким течением тебя сюда занесло? Я обещал маме. Хотя, может, это судьба. Вечером представление в амфитеатре? Обычно я там не бываю, но... Если бы... Ты согласился? Мы добыли ее! Легко добыть, сохранить непросто. Пошел прочь, пока в лоб не получил. Скорделие свидание. Я приду без опоздания. Кто же мне Бритни Спирса? Где ты был? Я прятался, чудик. От кого? От банды кальмаров. Они решили украсть у Нериса голубую жемчужину. Да? Плывем. Сдурел? Чешуя. Я не прорицатель, парни, но могу предсказать, что случатся три вещи. В лоб я не получу. Прочь не пойду. А вы трое не уйдете отсюда с жемчужиной. Трое на одного? Ай, дурень. Одних побоев в день тебе маловато. Но это не честно. Задим! Вперед, ребята! Вперед, ребята! Вперед, ребята! Эй, вернись! Э-э-э, порезвимся, крошка. Отвяжись, пока не стал салатом. Соус у меня найдётся, обычно я его не жалею. Встал черепаха! Что-то мне не хорошо! Отдохни. Такие большие головы, такие крошечные мозги. Просто отпад. О, нам пора. Для черепахи он прыткий. Вы что, увидели Нариса? Говори, сынок! Нарис сражался с кальмарами, он был великолепен! Конечно, его и зовут Эль Мачо Туртуга! Он слишком крут для старого перду... О, для почтенного возраста. А? Он сказал старый пердун! Это не я сделал! Почему ты не винишь Мэнни в этом? Он пускает пузырей больше, чем Акбалангиз! Что ты сказал?! Погоди, не так! Что ты сказал?! Ну все, пьехо-лохо! Сколько можно терпеть эти инсинуации? Защищайся! Падагу! Будьте здоровы! Дух моря, отзовись! Пусть явится к нам наш дорогой дядя Фил! Дух рассказал, что его недавно встречали... Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Не слышу, ничего не слышно! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Что ты делаешь?! Ну ты же сам видишь, что творится! Моя мама и эти ее вуду-мамбо-джамбо! Эти сеансы одно сплошное позорище! Я думаю, ты прав. Петь посреди дома дурным голосом Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла намного достойнее! А что у твоей мамы за шар такой? О! Эту жемчужину подарил ей мой отец! Как в пословице! Жемчуга до века! А зачем жемчужину дарить? Если девушка ее примет, то вы будете вместе навсегда! Но для моей мамы это магический шар! Эй! Вот почему жемчужина так дорога для Нариса! Я понял? Конечно, он решил сделать предложение девушке! Оу! Ты что? Нет, Чудик, он старый, лет двести уже! Какая гадость! Привет! 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 Шоу начинается! Добро пожаловать в наш амфитинатор! С нами сегодня знаменитый путешественник Карибского моря, который поведает нам свои удивительные истории о том, какие ему встречались злобные морские создания! Леди и джентльмены, поприветствуем Торнтон и его бэк-креветки-кимчи! Чудик! Курик! 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 Пусть он пришёл. Курик! Я вгоню вас в дрожь ужасным рассказом, он любые кошмары затмит все разом. История такая, что только держись о самом страшном и жутко подводном в дрожжении за всю мою, всю мою долгую жизнь. Это было чудовище, в отличие с которым пришлось бы вам туго. В лучшем случае вы умерли, брат испуга. А ну, хмылялась дворта, каждый род словно кратер. Его две головы торчали, как гигантский бюстгальтер. Я встретил чудовище, но я от него не бежал. Все атаки врага я легко отражал. Весь наш бой я припомню для вас, малышей, но сначала займитесь прочисткой ушей. Выньте грязь из ушей, чтоб не казалось почат, чтоб очистка у вас. Огромным чудовище было, было, как танкер оно. И что же ты сделал? Я отправил его на дно. Так просто? Вот и нет, было чудище, крепче чугунной решетки. Но и оно не устояло против. Они щекотки. Настоящий герой. Был рад повидаться, сказал я тогда, поскольку был вежлив всегда. Подозреваю, что этот дядя немного прибирает. Вы сказали, но вам как будто смешно. Все кажется несложным на первый взгляд. Но пусть седые мои усы, тяжеловат мой зад. Твой зад огромен, весит несколько ток. Пособен даже солнце закрыть. Этого нет в сценарии? Спятили, вы меня позорите. Как тараум вздымается до облаков. Он даже больше, чем ворк у горбатых кидов. Беда, надо же. Быстро музыку. Играйте, мальчики нужен. Да, Тортон, жертвяйте! Да, Тортон, жертвяйте! Да, Тортон, жертвяйте! Да, Тортон, жертвяйте! Это была изумительная история. Уже поздно, Пай. Мне пора домой. Подожди, не уходи. Пожалуйста. Но я... А ты была на поверхности? Никогда. Тогда скорее! Прекрасно! Видишь, наверху звезды? Это большая медведица. А малая медведица вот. Я про это не знала. А там созвездие Льва. И рядом близнецы. А вон там, видишь? Это мы. А? Оно называется Рыбы. Корделия и Пайя Рыбка. Красиво. Бум! Скорей! Быстрее, Корделия! Бойтесь меня! Ну, привет! Уходи, Пай! Оставь меня! Еще чего! Нет! Не бей его! Что-то я немного запутался, детка. Я думал, ты хоть и не был. Хочешь, чтобы тебя оставили в покое, а сама оболтаешься с недомерком, которого мне и на зуб не хватит! С кем я плаваю тебя не касается, Трой. Я не твоя собственность. Понимаешь, я тигровая акула и беру то, что мне хочется. А ты, моя милая, то, что мне хочется! Ха-ха-ха! Трой! Трой! Кто из нас его прикончит? Хм... Беники, Беники... Еле плавники? Трой! Ладно, можете поделить его пополам. Нет! Трой! Если ты это допустишь, я тебя не прощу никогда! Да! Прощение? Я не нуждаюсь в жалком прощении! Ха-ха-ха! Прошу, пожалуйста, если не тронешь его... Та-а-а-а... Я сделаю что угодно. Что? Все что угодно мне? Если отпустишь его и пообещаешь никогда не появляться на рифе, я... Я... Ты? Я приму твою жемчужину. Нет! Поднись! Больно! Хорошо, отпустите, малька. Эх... Карделия, ты не должна... Я вернусь в следующее полновольное! Жди, я скоро принесу тебе жемчужину, крошка. Хе-хе-хе... И ты изменишь мнение обо мне. За мной! Я вернусь через месяц. Будь готова. Надо же! Всего тридцать дней до счастливого события! Кто быстрее, чем ракета? Трой! Пай! А кого, подлея, нету? Троя! О, Пай! Что я мог сделать? Закон моря гласит, нельзя бросать парня в таком состоянии. Вау! Голова! Хм... Ты бы еще полежал, сынок. Акула изрядно потрепала твой хвост. Как я здесь оказался? Тебя принесло течение и бросило здесь. Девушка постучала в дверь. Карделия! Как она? Проплакала всю ночь в твоей постели. Я отослал ее домой. Не люблю слез. Ее надо остановить. Она вынуждена принять жемчужину от Троя. Это печально. Но она сделала свой выбор. Тогда я остановлю Троя. Ты собираешься остановить тигровую акулу? Я не ослышался. Да. Придется. Тигровые акулы и решительные красотки. Легких путей не ищешь, да, сынок? Кто бы говорил. Сам разбирайся со своей любовью, парень. Рассказывают, что вы колдун. О, неужели? Да. Тогда с кальмарами я сам видел. Их было трое. А вы их отделали. Помогите справиться с акулой. Это твоя битва, парень. Прошу вас. Неужели вы никогда не любили? Извини. Эй! Рыбчик! Шо такой унылый? Держу пари засуженной. Жемчужина? Угадали. Девушка, которую я люблю, Карделия, решила принять жемчужину от Троя. Это Трой-бандит. А что, в свое время мы живо ставили на место таких акул? Ай, Карамбо, ты в жизни не бился с акулами, Джак? Еще как! Я сражался с семиметровой акулой-молотым-семьдесят первым. Честно? Да. Я врезал ему туда, куда не заглядывает солнце. Ха-ха, в задницу. Он меня никогда не забудет, будьте уверены. Я бы не очень доверял россказням Джака Чико. Ты сказал, что я лжец? Намекаешь, что я на старости лет из ума выжил? За сегодняшний день уже десятый раз. Да! Ну все, держись, я тебя порву. Защищайся! Надо же! Эй, вы поможете мне победить Трое? Выплюнь водоросли изо рта, сынок, говори громче! Зовет нас с акулой драться? Э? Ох, ой-ой-ой-ой, мой радикулит! Жаберные судороги меня угробят! Видишь, Чико, мы уже давно не в лучшей форме. В лучшей форме? Да мы старые развалины, Зоханвей. Одним плавником в могиле. Послушай, драки – это забава молодых. Здесь нужен кто-нибудь у кого? Кровь бурлит, а не моча бьет в голову. Кто-нибудь мощный и быстрый, как торпеда. Торнтон? Что, позвать Торнтона? Точно! Великий боец Торнтон! Торнтон! Хотя, что я теряю? А я вам рассказывал про то, как мне удалось освободить дельфина Вилли. Ой, это Рамбо! А теперь о нашем следующем шоу. Я запрещаю публичные упоминания о моей задней части. А ее размеры нельзя сравнивать. А. Не с буксиром. Б. Не с планетой Юпитер. И, наконец… Мистер Торнтон! Еще рановато для шоу, парень. Моя девушка обручена с акулой. Акула! Акула? Где? Где? Моя девушка обручена с акулой. То есть? То есть твоя девушка? Надо же. Обручена с акулой. Этот Трой хочет ее забрать. Мне нужна ваша помощь. Сразитесь с ним, а? Ты хочешь, чтобы я сразился с акулой? Ты в своем уме? Но вы сражались с монстром размером с танкер. Кто это сказал? Вы. Вчера. Я? Ах, да. Я говорил. Но пойми же, это не считается. Ведь я сказал это на сцене. Это называется… Поэтический экстаз. То есть вы лгали? Ну, я, может, и приукрасил что-то для драматического эффекта. Но… Но я уверен, что сравнивал этого монстра с лодкой. И на том спасибо. Не переживай. В море много рыбок, юноша. Ну, а вы бы сразились с акулой? Ты просто старый обманщик! Верно! Что ж, клево! Для самой прекрасной девушки на Рифе надо найти самую прекрасную жемчужину. Но, Трой, на поле жемчужины уйдут месяцы. Да! Если мы болваны! У кого лучшая жемчужина на Рифе? Эй! У Нериса! Его голубая жемчужина одна такая на всем Рифе! Правильно! Что стоите? Вперед, ребята, принесите ее мне! Говорят, лучше не трогать этого Нериса. Ты что испугался? Какой-то двухсотлетний, дряхлый чок, ну-то-то-то! Черепаши? Ну, я! Я! Кто по морям, как колумб рассекает? Трой! Кто у всех страх вызывает, даже когда отдыхает? Трой! Они выполнят приказ, кого на части растерзает? Эй! Нас? Да умницы! Что же мне делать? Бай! Она меня не видит, совсем не замечает! Дилан, что случилось? Чудник, ты стал моим кумиром! И не стоит пудрить мне мозги вчера, ты не вернулся домой после свидания с Корделей. Не волнуйся, я сделал так, что мама об этом не знает. Ну, детали, пожалуйста. Трой меня побило, Корделя согласилась принять от него жемчужину. Что? Она согласилась, чтобы Трой перестал дубасить меня по башке. Да, сходил на свидание. Я не жалею. Скорей! Мне как-то не по себе от этого. Слушай, что ты... Тссс! Все говорят, он колдун. И еще говорят, обломки корабля, где он живет, населяют разные призраки. Такие страшные и жуткие. Знаешь, кто ты? Ты позор для зломных хищников. Если Трой велел украсть у Нериса жемчужину, мы украдем у Нериса жемчужину, ясно? Ясно, я попробую это сделать. Ладно, Магеллан, где по твоему корабль? Там. Не туда, балбан. Ох, чуть не наткнулись на... Скорей, предупредим Нериса. Куда ты? О, черти морские. Бай! Нерис! 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 Никого там нет, очень жаль, пока-пока. Нерис! Его здесь нет, а тот, кто есть, не хочет, чтобы его беспокоили. О! Надо же! Смотри, кто здесь! О! Нет, нет! Отпусти! Ладно, дурень. Сначала они, потом жемчужина. Ты попался, недомерок! Тело! Эй, они внизу, за мной! Бак! Сюда, тупеньки! Мне здесь не нравится. Хватит мыть! Ну? Ну все, валим отсюда, скорей! Нет, нельзя им отдать жемчужину. Я просто сейчас... Не паникуй. Что-нибудь придумаем. Эй! Что это? Это... Не знаю! Неплохо, а? Совсем неплохо. Ты храбрее, чем я думал. Возможно, я смогу помочь тебе решить проблему с Троем. Приходи на рассвете. Буду тренировать. Меня? Тренировать? Научите Пае, как драться с Троем? Я научу его, как победить Троем. На рассвете! И не опаздывать у меня! Круто! Пай! Я этого не допущу! Из царства мертвых я слышала голоса! И они вещали мне, что это страшно опасная и глупая затея! Вы сказали, что я найду свое счастье на рифе. И я нашел! Но могу его потерять, как потерял своих родителей. Тогда я никак не мог помочь им. Может, я не смогу спасти Горделиона попытаться. Я обязан! Я пожалею, что согласился. Ладно, сынок. Мы начнем с прогулки через коньем. Доберешься до выхода из него и останешься при этом цел. Тогда продолжим. Если нет, я отправлю твои останки домой в пакете. Я не из робких. Увидим, из каких. Это не скорость. Я могу плыть в два раза быстрее. Это пока мы плывем по прямой. Постарайся не отставать на поворотах. Риф — это не просто красивые пейзажи. Он может быть твоим оружием. Но прежде чем направить его на врага, научись им блестяще владеть. Караулы роголосия острей бритвы. Если повезет, потеряешь лишь полоску кожи. А если не повезет, отсюда выплывет твой скелет. Волненный коралл. Коснявшись, прожжет дырку в твоем плавнике. Эта часть каньона называется горлышко бутылки. Не всякий может ориентироваться в темноте. Видишь? Такие отсюда не часто выходят. Запомни это место. Надеюсь, ты все усвоил. Увидимся завтра у меня. В то же время. Если мы украдем жемчужину у чокнутой гадалки, может, Трой простит нас? За провал на корабле? Меня это не пугает. Неужели? Нет, я ему сказал, что это твоя вина. Что? Эй, это же неправда. И что с тому? Ну, ты лжец. Конечно, я лжец. Я злобный разбойник. Я тоже злобный разбойник. И что? Ты не злобный. Нет, злобный. Тогда почему тебя так расстроила моя ложь? Я же не дергаюсь, когда ты болтаешь неправду обо мне. А я... Я не стал бы лгать про друга. Конечно! Потому что ты не злобный. Я типа злобный. Что ж, ты достаточно быстрый и ловкий для рыбы. Это неплохо. Но я мелкий против Троя. А Трой ничтожен против океана. Ты должен взять океан в союзники. Дело не в размере. Заставь танцевать течение и станешь сильнее. Что вы делаете? Прошу, дамы и господа, делайте ваши ставки. Нет! Пожалуйста! Метушки! Морская болезнь? У морской рыбы? Не вздумай блевать в каюте. Да, да, да! Подними плавничок повыше. Будь добра, не опускай его на фотосессии. Вот так, потрясающе! Так, еще выше, выше, повыше! Не опускай плавник, он должен держаться! Не зарывайся, крабья морда! Глаза выцарапаю! Ах, Дулибин! Теперь это к лицу! Что, нравится? Бадди, ракушки уже год как не носят. Ладно, пусть будет. О, дорогая, ты великолепна! Не печалься, милая, не стоит! Я бы хотел, чтобы твои парни били из-за меня! Прости, кто будет драться? Макс, о чем он говорит? Дорогая, у тебя и так забот хватает. Я не хочу, чтобы ты грустила из-за какого-то безумного Ромео. Она имеет право знать! Я согласен с Бадди. Твой поклонник. Бад, рашенький, с чутливыми полосочками. Ты про Пая? Его тренирует этот старый безумный колдун. Учит его драться, чтобы он мог сразиться с Троем. Нет! Я должен был это ей рассказать. Драки мне не нравятся, я за любовь. Эдди не злобный, Эдди не злобный. Заткнись, я злобный! Слышал? Я сказал, заткнись! Это не злоба, это грубость. И пусть моя мама говорила, что грубость это корень большой злобы. Ага, я выиграл! Злобные разбойники не говорят о мамах! Нет! Ну всё, игры закончились. Я показал, как запутать противника и загнать его в ловушку. Но чтобы избежать острых зубов, у тебя должно быть преимущество скорости и реакции. А значит, тренируйся, плыви быстрее, чем можешь! Пошёл! Плыви так, чтобы от этого зависит твоя жизнь! Так оно и будет. Давай, выгони из себя рыбий жир! Теперь в верхушке мачты! Вокруг паруса! Берегись! Попадай! Придётся кое-что прояснить. Идея полазы препятствий научиться испекать препятствий. Но если ты учишься делать головой дыры в моей палубе, ставлю отлично! Дуй на старт! И на этот раз! Быстрее! Как быстрее? Пошёл! Попадай! Карделия? Я запрещаю это делать. Я сама приняла решение и выбрала Троя. Потому что любишь? Он обещал тебя не трогать и не появляться здесь. Неужели ты веришь в его обещания? Я должна ему верить. Ты можешь верить ему? Если не хочешь верить в меня. Слышали? Этот парнишка хочет победить Троя. Как будто мало у нас проблем с Троем. Это только ещё больше его разозлит. Вот именно! Отыграется он ногом! На нас! А может, когда он сожрёт наглеца, ему больше есть не захочется? Хорошая мысль! После еды нельзя плавать как минимум полчаса. Пока он будет переваривать парня, мы успеем спрятаться. Дух моря, отзовись! Это Перл, ты помнишь? Я знаю, не очень удобно просить, чтобы ты помог Паю одержать верх. Хотя кому это мешает? Но, пожалуйста, пусть во время схватки все, кому он дорог, будут с ним рядом. Я в долгу не останусь. Перси, мне приснился очень странный сон. Мне тоже. Тебе снил Сапай? Да, у меня предчувствие, что с ним случится непоправимое. Ты не злобный! Злобный! Очень злобный! Не злобный! Я выиграл! Эдди, я твой отец. Иди на мою сторону. Эй, погоди, ты недостаточно злобный! Хватит! Не надо! Ты знаешь, у меня от этого мурашки. У разбойников не бывает мурашек. Это от них мурашки. В тебе злобности не на чешуйку! Слушайте, мы и так всего боимся! Можно потише! Съел? Я злобный! А теперь плывем за жемчужиной! Нерис, почему ты живешь на корабле? Почему не на рифе, как все? Ты священник? Что? Я... Нет! Хорошо. Потому что я не намерен исповедоваться к делу. Думаешь, ты быстрый? Может, это и так. Но и трой не промах. Я знаю. Ну, океан, быстрее вас обоих! За мной! Ого! Это Вест-Индское течение. Вперед! О! Это круто! Почему рыбы так не делают? Потому что использовать течение небезопасно. Португальские боевые кораблики! Самые смертоносные метузы в океане! Видишь, щупальца? Почти прозрачные. Влетишь, не заметишь? А то касание и большая рыба парализована. Касание и мелкотя вроде тебя. Конец. Смерть! Что здесь произошло? Мамина жемчужина пропала. Ее украли. Это очень плохой знак. Хватит, Дилан. Не надо. Здесь мистикой и не пахнет. Даже не знаю, откуда ты все это взял. Просто нас обокрали, дети. Это обычное дело. Даже в самом приличном районе. Я... Я просто... Хочу хоть немного навести порядок. Ложитесь. Это знак. Это очень плохой знак. Ее подарил мой отец. Эй, лучше забудь об этом. Давай найдем твоего друга Перси и будем мигрировать как дельфины. Морские свиньи. Как свиньи. Я был бы рад, Дилан, но... Я дал слово. Кому? Кардели? Чудик! Она боится, что тебя убьет Трой. Может и так, но... Если я оступлюсь, она станет игрушкой Троя. А мне с этим жить. Пай, я беру свои слова обратно. Ты кретин, но не на все сто процентов. О, друг, прости. Я... Я сделал то, над чем всю жизнь смеялся. Но это... Хотя, на двести процентов ты безумец. Что, капитан? Ума не приложу, что с ним. Может, он родом с рыбной фермой, а может, генетический сбой сказался. Слушайте, это глупо. Я думал научиться у вас драться, как вы. Но у меня нет ни шанса. Эй! Не приближайся! Не смей больше ее трогать! Уишь сил? Извините. А что в ней? Здесь жемчужина, которую я подарил своей жене. Это моя память о ней. Мы были неразлучны. Это теперь здесь придумали заповедник. А в прежние времена на черепах охотились. Моя жена попалась на крючок здесь, на равнине. Я звал на помощь. Никто не пришел к нам. Они все попрятались на лифе. Сожалею. Слушай, сынок. Я не смогу научить тебя драться с акулой. Драться с акулой невозможно. Но вы! Я научу тебя, как одержать верх. Но как? Мозги есть. Пользуйся! Что сильнее Троя? Больше! Быстрее! Море. Но и он может использовать его против меня. Трой всегда выбирает тех, кто слабее и меньше. Он никогда не сражался ни с кем. Больше себя. Я знаю трюки, чтобы избежать зубов Троя. Но как одержать верх? Посули то, что он хочет, и дай ему то, чего он никогда не хотел. Ты наживка. Нравится тебе это или нет? Ариф – это крючок! Эй, рыбчик! Привет, Мо. У тебя вид дохлого лосося. Он тебя совсем загонял, а? Да. Он всегда был таким неуёмным. Вы знакомы? С Нерисом? Конечно. Мы были очень близки до того, как его... Ну да. Это долгая история. Ступай в пад, рыбчик! Знаешь, как говорят, утро вечера мудренее. Слушай, Пай. Если тебе не трудно, скажи Нерису, ну ты там привет передай. И скажи, что мне очень жаль. Сегодня последняя тренировка. О, Пай, я... Я знаю, дорогой, тебе уготована великая судьба. Честно? Или вы меня просто... Да ты что, смеёшься? Я дорожу своей лицензией. Я точно предсказала судьбу крёстного тунца. Говорю, тебя ждёт награда за любовь, отвагу, честность. Тебе суждено совершить великие дела. Но не заводь, это я предсказала, мистер. Неплохо, сынок. Но кое-что надо доработать. О, рыбья мука. Ну что, капитан? А? Даже капитану за тебя стыдно. А он уже лет сто ничего не чувствует. Скажите капитану, и я всё пойду! Аа-а-а-а-а-а! Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! О-о-о-о-о... Ты готов? Готов? Хотелось бы думать. Продолжение следует... Продолжение следует... Красиво, правда ли? Горделия? Что ты здесь делаешь? Я люблю приплывать сюда. Мысленно быть с тобой. Ты можешь загадать желание? Что ты загадала? Хочу, чтобы до утра ты образунулся. Продолжение следует... Продолжение следует... Где Пай? А, ты явилась! Модель, шмодель! Наш смельчак пошел на свидание с акулой! Нет! Я не позволю ему! Карделия, подожди! Надо было остановить Трое, и очень давно. Но все мы боялись. И такой, как Пай, не должен отдавать жизнь за рыб, которые не хотят постоять сами за себя. Кто решит, кому жить, кому нет? Кто жрет косяки на обед, а во рту тот же мятный эффект? Трой! Кто плевал на рыбацкий флот? Кто от страха с ума сведет? Кто в унитаз ни за что не пройдет? Трой! Так, так, так. Вот и завтрак явился. Если хочешь забрать Карделию, тебе придется убить меня. С большим удовольствием, малек. А вы не вмешивайтесь. Этот малек мой. Ты только продлеваешь агонию. Знаешь, я, пожалуй, подожду с агонией. А, что такое, Трой? Не можешь справиться с Мальком? Ну все, тебе ухо! Конец! Ты сначала поймай! Я здесь! О, кораллы рога лося! Острее битвы! Огненный коралл! Не стоит его касаться! Ого! Впереди сужение! Морская болезнь у акулы! А теперь валяю горлышко бутылки! Ты не попался! Трой, я слабею тебя в драке. Но соображаю я лучше. Это нечестно! На помощь! Ребята, помогите, пожалуйста. Я вымирающий линч. Улыбнись. Давайте, да-да-да-да! Отлично! Нет! Поняли? Нет, Рифа не помогут и мозги. Стой! Стой! Не на них! Ха! Теперь ты мой! Держите его, идиоты! Не уйдёшь, мелюзка! Ребятки, пора вас забудь! Стой! Нет, чего надо? Ты украл у мамы жемчужину! Отдавай! Ты что, оборзел? Отдавай! Постой! Бак, мне страшно! Я говорил не соваться в мою нору! Говорил! Это моя нора! Ну всё, вы поплатитесь! Эй, Трой! Только я могу выставлять этих идиотов идиотами! Хочешь быстроплавать, Трой? Бартугайские боевые кораблики! Береги щупалец! Пай! Не подходите! Будь осторожен! Ау! Сынок, ты цел? Нырись! Ну, конечно, Нырис, да. А я гадаю, откуда он знает все эти трюки. Ужасно, Патриарх. Грустно присутствовать при кончине легенды. Скорей! О, нет, я здесь, здесь. Я говорил, их это зли. Ай, Карамба. Скорей уходите отсюда. Нет. Не приближайся, Тимурон, или мы превратим тебя в севистоватом. Что вы тут делаете? Что-что, Дугу пришли помочь. Это надо было сделать давным-давно. А ну, тихо, назад, назад. Убирайся. Уходим, быстрее. Ха, так. Сейчас я сделаю ням. Поднимай, поднимай. А? Что за? Вот тебе, подлец. Да, получай, слева и справа. Я слишком жирная пища. В моей заднице смертельная доза холестерина. Бросок! Точно в цель! Никак не сминула. Может быть, попробуем вместе? Мама! Учащий! Учащий! Сдвинуты ворота. Придется повторить пенальти. Готовься. Перси! Это сеть! Пай, стой! Не вздумай, чудик! Это последний шанс. Пай, будь осторожен! Трой! Только ты и я! Прежде малявка, тебя защищал Рифф. Но мы сейчас в открытом море, дружок. И ты не сможешь скрыться от меня здесь. Да? Попробуй догнать! Все, тебе конец. По-постой, что это? Попался! Тогда тебя я заберу с собой. Я так не думаю. Нет! Ребята, спасите! Нет! Что за акула позлая заведена окажется скоро на столе обедена? Трой! Кто обнаружит себя на тарелке рядом с гарниром нарезаны мелко? Трой! То, что вы совершили, это же настоящее безумие. Да, но мы подумали, что помощь не помешает и тебе, а не рыбчику. Все, что угодно, это старого амиго. О, Дилан, мой милый мальчик, я так горжусь тобой, сын! Мам, я... Извините, это не вы уронили? О, нет, это вещь моей необыкновенной мамы. А вы такой доктор? Мэрис, спасибо. Не благодари. Лучше возьми-ка это себе. Но это ваша жемчужина? Очень давно я подарил ее девушке моей мечты. Мы бы одарили ее сыну, если бы он у нас был и вырос таким, как ты, сынок. Не знаю, что ей сказать. А надо сказать. Только не мне, а девушке, которую любишь. Карделия. О, Пай. О, это так мило. Я верю в тебя. Карделия. О, они целуются. Карнавал! Карнавал! Ау! Эээ, что? Ээ, за мной! Скорей! Ха-ха-ха! Ух ты, да! Ха-ха-ха! Ау! Ха-ха-ха! 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 Говорили, не лезь, Пай, не будь дураком, Он зубы почистит твоим плавником. Но Пай был отважен, он вышел на бой. Я был там, друзья, и горжусь я собой. Субтитры делал DimaTorzok Фильм дублирован в студии «Пифагор» по заказу компании «Каскад» в 2006 году. Режиссер дубляжа Ярослава Дурлева, звукорежиссеры Екатерины Ларченко, Леонид Драгилев, русский синхронный текст Ольга Клюшникова, Вячеслав Варан, ассистент режиссера Арина Одноробова. Роли дублировали Петр Ивашенко, Наталья Фищук, Борис Шувалов, Владимир Еремин, Василий Дохненко, Ваня Дохненко, Людмила Днилова, Дальвин Щербаков, Алексей Ивашенко, Дмитрий Филимонов, Владимир Ферапонтов, Александр Новиков, Никита Фрозоровский, Дмитрий Полонский, Андрей Бархударов, Илья Бледный и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok